Крок по кроку, позиум А1, уровень А1, лекция УСМА, урок восьмой, маме ешь снаданья, маме кушает завтрак, маме, естешь голодна, маме, ты голодна, новое слово, Голодный, голодный, заспанный, сонный, смачного, приятного аппетита, спать, спать, я сплю, ты спишь, щпе, щпишь, ешьче, еще, юж, уже, хэнтне, с охотой, с удовольствием, МЕЧ ОХОТЫ НА, чего-то хотеть, то есть иметь охоту на что-то, иметь желание на что-то, если дословно, то есть чего-то хотеть. Итак, перед нами картиночка по щилке, приемы пищи. Шняданья, завтрак, обед, обед, колацья, ужин. Повторим еще раз завтрак, обед, ужин. Шняданья, обед, колацья. И прочтем, переведем диалог. Собота рано, субота утра, Каролина пука до drzwi маме. Каролина стучит в дверь маме. Маме, день добрый, чи ты ешче шпиш? Маме, доброе утро, ты еще спиш? Не, юж не шпе, проши вэйшч. Нет, я уже не сплю, пожалуйста, входи. Маме, цо хцэш на шняданья? Маме, что ты хочешь на завтрак? На шняданья? На завтрак? Так, десь я робе шняданья. Да, сегодня я делаю завтрак. Мама и тата ешче шпем. Мама и папа еще спят. Цо любишь ешь? Что ты любишь кушать? Я? Вшистко, нема проблэму. Я? Все, нет проблемы. То файне, это классно. Итак, что же мы можем кушать на завтрак? Цо може мы ещь на шняданья? Я буду читать и переводить вслух. Вы, пожалуйста, повторяйте за мной слова и также глазками смотрите на картиночки, на рисуночки, что это. Хлеб ясный, хлеб чемный. Хлеб светлый, белый, хлеб темный. Булка, булка. Бялый сыр, жёлтый сыр. Белый сыр, жёлтый сыр. Бялый сыр. Ещё иногда называют творожок. Есть слово творог и бялый сыр. Но чаще всего белый сыр, типа адыгейского, такой творожный сыр. Йогурт, молоко. Масло. Маргарына. Масло. Причём это такое сливочное масло, потому что растительное масло говорят олей. Маргарына. Очень популярная тема. Менее жирная, менее калорийная такой вот столовый маргарин, который кушают вместо масла. Джем. Варенье. Мёд. Мёд. Яйко. Яйцо. Шинка. Шинка. Ветчина. Келбаса. Келбаса. Платки шняданёвые. Хлопья для завтрака. Ещё можно услышать платки збожовые. Зерновые хлопья. Платки кукурудзяны. Кукурузные хлопья. Помидор. Помидор. Огурек. Огурец. Кава. Харбата. Кофе. Чай. Сок. Например, помаранчовый. Сок. Апельсиновый. Какао. Какао. Цукер. Сахар. Суль. Соль. Здесь написано «та суль». Нам говорит о том эта надпись, что соль женского рода в польском языке. Пепш. Перчик. Цитрына. Лимон. Перед нами ещё одна картиночка, фотография. Здесь нарисованы столовые приборы. Столовые приборы по-польски называются штучце. Штучце. Что же к ним относится? Виделец. Вилка. Талеш. Тарелка. Кубок. Кружка. Нуж. Нож. Лышка. Ложка. Давайте прочтём диалог и переведём его. Мами. Волишь ясный, чечемный хлеб? Мами, ты предпочитаешь светлый или тёмный хлеб? Волишь? Неразумим. Предпочитаешь? Не понимаю. Волишь? Ну, профируешь. Барджи любишь. Предпочитаешь? Ну, выбираешь. Больше любишь. Ага. Волишь? Чемный. А то то есть? Ага. Я предпочитаю тёмный. А что это? То есть булка. Это булка. Может, волишь булка. Может, предпочитаешь булку. И мы здесь видим, слово стоит в бернику, в винительном падеже, о котором мы в прошлый раз с вами говорили, разбирали. Булка. Родзай женский. И в бернике, в винительном падеже, в бернику, окончание имеет эс погонки. Волишь булка. Так. Прошу булку. Да. Прошу булку. Прошу. После прошу. Прошу цо. Опять же, тут берник. Я ем тёмный хлеб с маргарином. Бо хце быть щупо. А я ем тёмный хлеб с маргарином, потому что хочу быть худой. С чым? С маргарином. Здесь у нас уже нажитник. Творительный падеж. Мы как раз с вами разобрали два падежа. Берник и нажитник. И сегодня мы о них ещё раз поговорим. Я воле масло. Я предпочитаю масло. Чы могу прощить виделец до масла? Могу я попросить вилку к маслу? Маме, то есть нож. А то есть виделец. Маме, это нож. А это вилка. Так-так, ты распоментал. Да-да, сейчас понимаю. Сейчас помню. Хцешь вендлине чи сыр? Ты хочешь какую-то копчёность? Колбасную копчёность или сыр? Что то есть вендлина? Что такое это? Копчёность. Вендлина, то, например, шинка, келбаса, салями. То есть вот это слово вендлина, какая-то колбасная копчёность, это, например, шинка или ветчина, колбаса, салями. Прошу келбасы. Бардо любя польском келбасы. Пожалуйста, колбасу. Я очень люблю польскую колбасу. Келбаса ест твусто. Колбаса жирная. Я звыкла ем бялый альбу жёлтый сыр с помидором и огурцом. Я обычно кушаю белый или жёлтый сыр с помидором и огурцом. То бардзо здровое. Это очень здорово. В значении здоровое питание. Так, то правда. Да, это правда. Маме, маш охоте на яйко? Маме, хочешь ли ты яйцо? Вот это маш охоте на... То есть ты имеешь желание на что-то. Если у тебя желание, скушите яйцо. То яйко ест на мягко, а там то на твардо. Это яйцо мягкое, то есть всмятку, а там то на твардо, а то твёрдое, то есть крутую. То то значит, что это значит? На мягко готуешь три минуты, а на твардо – 8. В смятку варишь яйцо три минуты, а вкрутую, то есть твёрдое – 8. Ага, то попрошу на тварду. Ну, я попрошу твёрдое, вкрутую. Тот же диалог, может быть, кому-то здесь будет лучше видно, понятнее, более разборчиво напечатано. Ссылку на презентацию я оставлю в описании к видео. Мы с вами идём дальше. У нас встретилось новое слово «волич», новый глагол, часовник «волич» – «предпочитать». После этого глагола нам нужен «берник» – «предпочитаю что», «предпочитаю кого». Давайте посмотрим, как он изменяется. Повторяйте, пожалуйста, за мной вслух. Я воле, ты волиш, он, она, оно, пан, пани, воли, мы волимы, вы волича, они, они, пани, панове, панство, волом. И давайте сделаем упражнение номер два «цо пасуя», что подходит, что, с чем мы кушаем. То есть «чем» значит ставим слова в творительный падеж, в нажендник. Ём хлеб з чим? З джемем, з шинком, з маслом. З джемем, з шинком, з маслом. Окончание я вот вам показываю в табличках, смотрите, пожалуйста, вспоминаем. Пиє хербате, пиє цо хербате, то есть или просто хербата с чим может быть? Хербата с цукрем и с цитрыном. С лимончиком, с сахаром и лимончиком. Платки шнядонёвы с млекем, то есть хлопья для завтрака с молоком, с млекем. Кава теж может быть с млекем, кофе также может быть с молоком. И перед нами две конструкции. Воле цощ, ниж цощ. То есть я предпочитаю что-то, чем что-то. После слов воле и ниж у нас идёт берник. Пример. Воле каве, ниж хербате. Воле цо каве, ниж цо хербате. Я предпочитаю кофе, чем чай. Кава и хербата. Женский род. И мы знаем, что бернику, винительном падеже, существительность женского рода имеет окончание с угломки. Давайте выполним упражнение номер 4, а потом рассмотрим вторую конструкцию. В этом упражнении у нас есть слова в скобочках. И нам нужно, раскрыв скобочки, поставить правильное окончание словам. Существителям и прилагательным. Итак, чарна хербата, зелона хербата – это всё женский род. Смотрим тогда в среднюю колоночку. Воле чарном хербате, ниж зелоном. Воле хербате, яком чарном, ниж яком зелоном. Я предпочитаю чёрный чай, чем зелёный. Чемный хлеб, булка. Чемный хлеб родзе мэнске. Сюда смотрим, неодушевлённое. И булка, женский род. Воле чемный хлеб остаётся без изменений. Ниж булке, эз угонке. Дальше. Гуронца хербата, женский род. Жимный сок, мужской род. По сути, у нас в бернику, в бернике, в виницем падеже, изменяются окончания женского рода. Средний род и мужской неодушевлённо остаётся просто в именительном падеже. Название существительного и прилагательного, как они есть в своей изначальной форме. Анжела воли горонцом хербате, горонцом хербате, ниж жимный сок. Анжела предпочитает горячий чай, чем холодный сок. Келбаса, жёлтый сыр. Келбаса, женский род, жёлтый сыр. Мужской род, поэтому он остаётся без изменений. Маме воли келбасы, ниж жёлтый сыр. Мамю предпочитает колбасу, чем жёлтый сыр. Волимы чарном каве, ниж бялом каве. Мы предпочитаем чёрный кофе, чем белый кофе. Белый кофе – это кофе с молоком. Маме воли яйко на твардо, ниж яичнице. Яйко на твардо так и остаётся без изменений. Средний род, яичница – женский род, поэтому яичница. Уве воли тлустом келбасы, ниж худом. Уве предпочитает жирную келбасу, чем нежирную. Тлустом келбасы, ниж худом. И переходим ко второй конструкции. Ем, цош, з, чим, щ. Я ем или пью, после этого у нас идёт берник, что, с чем, кем, чем, с кем, с чем. Это у нас творительный падеж на жентник. Например, ем, цо, ем хлеб, з, чим, з, маслом. И выполним упражнение номер пять. Здесь также из скобочек нужно достать слова и поставить к ним нужное окончание. Я ем хлеб с маслом и вареньем малиновым. Ем хлеб, ем цо, хлеб, з, чим, з, маслом и джемем малиновым. Дальше. Хлеб, худо, шинка, огурек. Я ем хлеб с нежирной шинкой и с огурцом. Я ем цо, ем хлеб, з, чим, з худом шинком и огурком. Я пью чай с сахаром и лимоном. Пье хербате з чим, з цукрем и з цитрином. Дальше. Хлеб, желтый сыр, помидор. Я кушаю хлеб с желтым сыром и помидором. Я ем хлеб с желтым сыром и помидором. Ем булку с вареньем клубничным. Ем булке, женский рот смотрим, бернику, ем цо, ем булке, с чим, с джемем, яким, трускавковым. Трускавка, клубника. Наверное, потому так назвали, что когда мы кушаем, семечки от клубники, вот эти зернышки трускают. Я шучу, конечно, но как-то себе нужно сассоциировать и запоминать слова. Когда вот таким странным образом придумываются ассоциации, то слова запоминаются гораздо легче. Пије каве з млекем. Я пью кофе, пије цо каве, з чым, з млекем. Млеко з млекем, з молоком. Ем хлеб з бялым сыром и солом. Сул, видим, здесь было О з огоньки, но звук У. При изменении буква О и звук О. Сул з солом. Я пью воду, пије воде, з чым, з сокем малиновым, з малиновым соком и з цитрином. С лимоном. Прочтём диалог номер два. Кароль бардзо заспаный. Такой очень сонный. Чэщ, ече юж шнядане? Привеет, вы кушаете уже завтра? Так, ест юж пужно? Да, уже поздно. Смачнэго. Приятного аппетита. Джэнькуемы. Благодарим. Цо мачо добрэго? Што у вас хорошего? Што у вас ест хорошего? Мам охоты на омлет альбо яичнице? Мэня ест желанне на омлет или таку яичницу? Кароліна ўшмехаща іронічня. Кароліна улыбайцца с иронией. Нема праблэму. Там сон яйка, а там ест патэйня. Нес праблэмы. Вот там яйца, а там сковородка. Ну, а веш, ну, узнаеш. То я юж волэ йогурт с плотками. Ну, тогда я предпочитаю йогурт с хлопьями. Волэ, предпочитаю. Момент. Я волэ, ты волеш. Я предпочитаю, ты предпочитаешь. Волеш йогурт натуральны чи овоцовы? Ты предпочитаешь йогурт натуральны или фруктовы? Ну, то есть маме здесь тренировалось. Спрягать глагол предпочитать. Браво, маме, волэ овоцовы. Поздравляйте, маме, браво. Я предпочитаю фруктовы. Йогурт малина чи трускавка? Йогурт малина или клубника? Маме, мувимы малиновы чи трускавковы? Маме, мы говорим малиновый или клубничный. То есть не малина и клубника, а малиновый или клубничный. Не мувимы йогурт малина? Мы не говорим йогурт малина? Не. Кеды пыташ? Який йогурт мувимы овои? Нет, когда ты спрашиваешь, какой йогурт, мы говорим овои. Окончание имеется в виду. Овои? Но малина плюс овои. Трускавка плюс овои. Разумишь? Ну, малина плюс окончание овои. Клубника плюс окончание овои. Понимаешь? Мы шли же так. Малина овои. Думаю, что да. Малина овои. Не-не, малиновый. Нет-нет, малиновый. Так я до конца не поняла о маме. Но надеюсь, мы с вами поняли. Итак, у нас есть название какого-то продукта. Например, вот у нас здесь будет сок какой-то, чай какой-то и пирог какой-то. По родам сок он, мужской род, хербата она, род за женский, женский род и часто пирог среднего рода. И у нас также есть прилагательные яки, яка, яки. Какой мужского рода относится, какая к женскому роду относится и какое к среднему роду. Например, ананас. Мы скажем сок ананасовый, хербата ананасовая, часто ананасовый сок, ананасовый чай и пирог ананасовый. В общем-то, очень созвучно с русским языком. Я не думаю, что здесь какие-то трудности могут возникнуть. Давайте немножечко потренируемся на упражнение номер 6. Например, банан. Сок яки банановый. То есть мы добавляем окончание овы. Джем банановый. И часто в среднем роде добавляем окончание овы. Банановые. За еще. Малина, сок. Малиновый. Джем. Он мой тоже мужской род. Малиновый. Хербата, она род за женский, женский род. Малиновая. Часто род за неякий средний род. Часто Малиновые. И прочтём продолжение диалогов. Белый кофе? Кофе всегда чёрный. Только чай может быть чёрный, зелёный, белый. Белый кофе – это значит с молоком. А, теперь разумеем. Сейчас понимаю. Попрошу белый кофе. Пьёшь кавы с цукром или без цукра? Ты пьёшь кофе с сахаром или без сахара? Пожалуйста, слово без говорите твёрдо, с буквой «э» в середине. С цукром, с сахаром. Большое спасибо. Прошу, хербата и кава. Ядёшь, пьё какао. Пожалуйста, чай и кофе. То есть Карл принёс девчонкам чай и кофе. Вот он говорит, пожалуйста, ваш чай, ваша кофе. А я сегодня пью какао. Какао с цукром, чы с цитрыном? Какао с сахаром или с лимоном? Маме, какао с цитрыном? Маме, какао с лимоном? Я тылько чвича на жэндник. Я только упражняюсь в створительном падеже. И в упражнении 7. Правда или фальш? Правда или неправда? Нужно сказать на основе диалогов, которые мы с вами прочитали. Каролина пие хрбаты с млекем? Не, Каролина не пие хрбаты с млекем. Она не пьёт чай с молоком. Каролина е булка с сыром? Не, Каролина не е булка с сыром. Она не кушает булку с сыром. Маме пие бяум хрбаты? Не, маме пие бяум каве. Маме не пьёт белый чай, она пьёт белый кофе. И так далее. Можно будет почитать в презентации. А мы с вами на сегодня заканчиваем. Домашнее задание. Прочитать ещё раз вслух все диалоги. Обязательно вслух. Обязательно прочитать. Вспоминаем, запоминаем две конструкции. Воле, ниж. Воле, цож, ниж, цож. Берник. Ем, цож, чимш. Я кушаю что-то с чем-то. Здесь берник и нажимник. Таблички я также прикрепила. Читаем примеры предложений обязательно вслух. Новый глагол у нас появился. Волич. Предпочитать. Запоминаем, как он спрягается. Читаем диалоги. Здесь или здесь. Это два одинаковых. Запоминаем, как называются столовые приборы. Штучцы. И что мы можем кушать на завтрак. Вы можете, кстати, написать в комментариях, что вы любите кушать на завтрак. Очень интересно. Также у нас есть посилки. Шнедание, обед, кулация. Запоминаем, как приемы пищи называются. Читаем диалог вслух. И новые слова. До услышания вкрутце.